Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Певец Вячеслав Ольховский. Расскажите немного о себе. Ой, что я могу рассказать. Родился я в Советском Союзе. Ну, конечно. Вы сейчас, наверное, спросите, как я отношусь к Советскому Союзу, к СССР. Я задам следующий вопрос. Вячеслав, скажите, когда было лучше? Сейчас или тогда? Ну, конечно, тогда. Ну, во-первых, господи, я в то время родился, рос в своем дворе. Люди были другие, и жизнь была другая. Добрыми были людьми. А сейчас у людей совести нет. Понимаете? Жизнь была счастливая. И не делили людей на национальности. Там Чеченец, Армянин, Русский. Мы жили дружно с семьей. У меня соседка была еврейка. Ее звали Соня. Я только во время перестройки узнал, что она еврейка. А мы жили в дружеской семье. Именно были братские народы. И что бы ни говорили люди сейчас, то в то время, конечно, он был стабильным, хорошим. Продукты были совсем другие. Песни были другие, что очень важно. Потому что, как и говорится в китайской пословице, в стране оденет красивые песни, а не от будущей. Это, кстати, очень правильно сказано. Потому что, когда я слушаю Муслима Магомаева, мне хочется жить. А когда я слушаю Лео Лепса, то мне хочется застрелиться. Вы понимаете, разница какая? Да, конечно, я понимаю. Это имеет большое значение. Поэтому нужно воспитывать хороших артистов, показывать по телевизору, чтобы люди, сидящие смотрели, слушали этих певцов и хотели получать удовольствие. И хотели делать хорошие поступки. Понимаете, о чем я говорю? Да, конечно. Скажите, по-вашему, песня должна формировать патриотизм, воспитывать патриотизм? Вот именно, конечно. А так оно и было. Была серьезная идеология. Так я говорю, если бы я, например, слушал бы, я не знаю, бандитские песни, я, наверное, бандитом был, вы понимаете? А я слушал Муслима Магомаева, я слушал... Кого я слушал? Ну, всю советскую эстраду. Была какая прекрасная музыка, какие песни были. Александра Николаевна Пахмутова, дай бог ей сто лет жизни. Арно Бабаджаняна, Оскара Фельсовна песни, Блантера, Богословского. Понимаете, потому что, как вам сказать, песня, на самом деле, формирует. Вы меня, извините, может быть, не скромно говорить, наверное, на мои концерты приходит молодежь, там, лет по 25. Я говорю, а вы как сюда попали? Представляете? Наверное, они устали просто от того беспредела, от той неопределенности, которая происходит сейчас в стране. Так они и говорят, да, они так и говорят. Говорят, почему, Вячеслав Ильич, а что вам нравится? Говорят, ну, почему нам нравится ваш голос, нравится репертуар, вот, мужчина на сцене, вы понимаете? Ну, вот нравится людям, они эти голубые, которые заполонили, эти бездарные, безголосые артисты, которые рот открывают, им еще за это по 100 тысяч евро платят, вы понимаете? Рот открывает, это Бузовый, там, Балабан, как фамилия? Это, ну, из этого, как его, господи? Ну, Меладзе проект был, как он? Виагра. Виагра, да кто там это самое? Брежнева. Нет, Брежнева еще кто там. Я сейчас уже не вспомню. Ну, в общем, неважно, да. Вот, и платят им такие большие деньги, только я не завидую им, но просто, понимаете, у нас люди уже сумасшедшие приглашают артистов, которые рот открывают и платят им большие деньги. Причем эти артисты, они даже самодеятельности взять нельзя. Это не пение, понимаете, это не музыка. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, конечно. Это меня лично нервирует, не только меня, и все наше поколение. И люди эти телевизоры не смотрят. Они думают, что если они Ольховского пригласят или кого-то другого, то люди начнут выключать телевизор, там реклама, понимаете? А вот пригласят там кого-то другого, там известного человека, то люди будут прямо смотреть. Никто не смотрит уже давно телевизор. Поэтому это здорово, что пригласили меня. Вот, и очень чаще будете показывать на шансон ТВ. Чем больше будут меня смотреть, ваш канал, вот. И вы не будете так волноваться. Потому что чем больше будете сейчас с мужчиной, тем больше вы будете себя чувствовать с женщиной. Спасибо. То есть вы считаете, что люди творческих профессий должны участвовать в политической жизни страны? Я правильно вас поняла? Политической? Конечно. Вот я сегодня считаю, что я принимал участие в политической жизни страны. Не только сегодня. Я, как вам сказать, о себе не очень скромно говорю. Очень часто выступаю перед ветеранами. Абсолютно безвозмездно. Потому что я понимаю, что всех денег не заработаешь. А это все воздастся потом. Надо делать добро. Понимаете? Я вас поняла. Скажите, а что бы вы могли пожелать россиянам в это непростое время? Ну, что пожелать? Пожелать мудрости, терпения. Терпение, еще раз терпение. Чтобы они до своей здоровья берегли. И слушали советскую эстраду. Оставались людьми. Потому что мы только можем в этом мире выживать вместе. И делая добро. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.